Обычно на камеру я стараюсь делиться ценной информацией, может быть, в какой-то степени, можно сказать, даже умничаю, а сейчас хочу немножечко потупить. И хотелось бы спросить, я понимаю, что сейчас нарвусь на кучу хейтеров и всего остального, потому что вопрос такой, откуда у нас взялся вдруг профессиональный дивизион? Всем привет, ребята! Это отчет о проделанной работе, о тренировках с CrossFit Mayhem. Я пока буду рассказывать свои мысли по поводу того, что там происходит за бугром. Включу вам видео о выполнении комплекса, который максимально отображает все то, что происходит в Mayhem. Комплекс был тяжелый. Это были 20 секунд работы, 40 секунд отдыха в течение 10 раундов трастер, 43 килограмма, а после этого 2 минуты отдыха. И по той же схеме была задача сделать 10 раундов бёрпи с выпрыгиванием выше 15 сантиметров вытянутой руки, кончика пальца вытянутой руки. Почему этот комплекс характерно так отображает работу CrossFit Zala Mayhem? Это потому, что у них тоже, как правило, во всех комплексах не более чем 2-3 упражнения задействованы, что даёт возможность прочувствовать это движение. Вот этот комплекс, который мы сейчас делаем, он развивает, заставляет скорость, он приучает к скорости выполнения движения. Это не 50 раундов, когда ты можешь как угодно разбить. Тут всего 20 секунд на то, чтобы показать максимальный результат. То же самое было с интервальной греблей и так далее. То есть ребята работают и на скорость, и на веса, включают активно процентовку. Комплексы все очень интересные. Кстати, в них заложены стандартные бывают бенчмарки или это усложнённые какие-то опены и так далее. Но так как они делаются немножко по другой схеме, была та же кара, только когда ты останавливаешься, ты должен был делать подносы на скок перекладине. Вот совсем по-другому комплекс чувствуется. И ДТ было после жима 8 раундов. Тоже ДТ шло совсем по-другому. Комплексы представляют большой интерес и ценность. В них учитывается процентовка, то есть это дальновидная нагрузка. Она идёт, тренировочный план, на перспективу. Это всё, конечно, очень интересно, но комплексы тяжёлые. И вот был комплекс недавно 100 килограмм взятия в стойку и строгие отжимания вниз головой. Конечно, как вы понимаете, не получится сделать человеку, который недавно в кроссфите. Поэтому, если вы хотите тренироваться по мейхам, вы должны быть уже, в принципе, на достаточно неплохом уровне, чтобы не масштабировать и работать достаточно интенсивно. Нагрузка к концу недели накапливается, становится очень тяжело. Хотя комплексы читаются просто, что в очередной раз подтверждают, что кроссфит простой только на бумаге. Когда начинаешь делать, становится комплекс очень злым. И нагрузка накапливается, накапливается, накапливается. Если бы это был не мейхам, а какие-то ребята с улицы, я бы послал бы всё куда подальше. Но знаю, что они правильно ко всему подходят и выполняю. Кстати, тут ещё один момент интересный вылез. Так как я себе комплекс сам расписывал, ты уже ментально к ним подготавливался. И сам бы себе никогда в жизни не написал «жим лёжа», потом, что-то там у нас было, отжимания вниз головой, а, выходы, потом выбросы мячика, потом отжимания вниз головой строгие. То есть, ну, такой бы темы ты сам себе никогда бы не написал бы. У них нет такого понятия, видимо, как в тренажерном зале день ног. У них просто неделя ног идёт, на неделю выносят ноги, на неделю выносят плечи и трапы. То есть, получается, что очень-очень большой объём работы проделывается. Работа идёт по, ну, у них расписано 6 плюс 1, то есть один день отдыха. Хотя я подозреваю, что можно пройти спокойно и по 3 плюс 2, как раз там на четвёртый день выпадает комплекс, который, в принципе, можно не делать. Он такой там лайтовый, как правило, побегать, подышать на грибном и так далее. Хотя на грибном вообще не было легко, когда интервалами работали. И можно пройти по 5 плюс 2. И 3 плюс 1, и 5 плюс 2, и 6 плюс 1. Но я уже по полной 6 плюс 1 тренировался. Очень прикипел к этому залу. Вообще не хочется переходить ни на какой другой зал. Я ещё немножечко побуду с Мейком, а параллельно буду просматривать деятельность других клубов. И когда мне покажется где-то так же интересно, тогда я перейду. Потому что реально почувствовал, как я за буквально 2 недели спрогрессировал, ну, в принципе, в подходе к кроссфиту, в понимании кроссфита. Кстати, понимание и интерпретация у них очень интересная. Когда читаешь комментарии, там был комплекс 15 строгих отжиманий вниз головой и бег 400 метров. Парень написал 5 раундов, парень написал 13.57, по-моему, время. И все начали, что бы у нас началось, начнём с того, что начали писать. А, давай доказательства, давай видео. Ну, это разводы, это так невозможно выполнять. А по факту у них получилось, что они пишут. Парень, ты невероятен, ты делаешь замечательно комплекс, ты супер подготовлен. Так засмущали парня, что он сам взял и написал. Если бы я делал такие веса в тяжелой атлетике, как и вы, я был бы на 7-м небе отчасти. Поэтому у них там всё открыто, всё очень дружно. По поводу культивации упражнений, очень сильно культивируется строгие отжимания вниз головой. Также жим лёжа. Три раза был за две недели, а я уже вообще не жал там месяца два лёжа. Прорабатывается пресс каждую неделю. Комплексы, когда зашивают стандартные, я уже сказал, становятся от этого веселее и тяжелее. Ну, наверное, всё. Сейчас, ещё секундочку. Подсмотрю в свои заметки, может, ещё что-то добавлю. Что ещё хотел добавить, так это то, что, как правило, если вы на нормальном уровне подготовки и делаете комплексы, не масштабируя с Мэйхэма, то выполнить их все можно в пределах 20 минут. То есть это классика кроссфита. И вообще, я считаю, что Мэйхэм – это эталон кроссфит-бокса, кроссфит-программы и так далее. Я влюбился, всей душой прикипел к этому залу. И он действительно через океан передаёт дух настоящего кроссфита. Это и поддержка в комментариях, и правильно расписанные комплексы, которые простые на бумаге, сложные в выполнении. И время выполнения комплексов, и подход. То есть есть там процентовка, выполняется какая-то силовая часть, потом комплекс. Всегда всё разное, всегда интересно. Разбавляют, дают попробовать, что ты что-то можешь, и тут же показывают, что ты не можешь ничего. Интересно. Будем продолжать. Обычно на камеру я стараюсь делиться ценной информацией. Ну, может быть, в какой-то степени, можно сказать, даже умничаю. А сейчас хочу немножечко потупить и задать нашему сообществу постсоветского пространства глупый вопрос. Ребята, а вы в комментариях ответьте. Группа, в которой я размещаю видео, тоже, пожалуйста, прокомментируйте. Будет интересное мнение. Чем большего количества людей, тем лучше. Итак, мысль, какая меня посетила, тренируясь с Мейхомом. Я понимаю, что в Штатах соревнования, если я, опять же, не ошибаюсь, проходят только опены, регионы и геймс. Сейчас, когда начинаются опены, да, следующего года, они проходят и сразу выкладывается статистика. В прошлом году столько-то людей забаранило, там, выходы, рывки с каким-то весом. В этом году больше людей спрогрессировало, больше людей смогло сделать выходы, больше смогло людей поднять требуемый вес. Потому что, как правило, комплекс, один из опенов, который был в предыдущем году, повторяется в текущем. Это так случается. Они специально это делают, чтобы проверить результат, сделать такой, скажем, срез. Есть время за год прогрессировать. У нас же получается, что соревнования идут, идут, идут. Конечно, можешь принимать в них участие, можешь не принимать в них участие, дело твое. Но прогрессировать когда? Нужно же тренироваться, нужно все соревнования завести в календарь. Нужно иметь представление, к какому ивенту ты должен подводиться. И, в принципе, тогда будет идти намеченный прогресс. Это раз. А второе, что мне хотелось бы спросить, я понимаю, что сейчас нарвусь на кучу хейтеров и всего остального, потому что вопрос такой, откуда у нас взялся вдруг профессиональный дивизион. Может быть, кто-то из наших ребят, я не знаю, заключил контракт с Кроссфитом, с Рибаком, с фирмами спортивного питания и считает себя проатлетами, зарабатывает этим на жизнь и выступает в продивизионе. Почему я задаю такой вопрос? Потому что комплексы-то разные мы пишем, получается, для любителей и для проатлетов. А кто этих проатлетов выбирает? Откуда вообще эти проатлеты взялись? И по какому критерию я могу сказать, что я проатлет? Ведь есть вероятность того, что проатлет спокойненько проиграет любителю в таких дыхательных комплексах, зато вырвется по штанге. Мысль какова? Если человек не готов еще соревноваться, то и не зачем соревноваться. Зачем этот любительский дивизион? А если человек начинает соревноваться и что-то не может выполнять, совсем не может выполнять, то может быть это движение уже и не совсем такое функциональное, как кажется. Если, допустим, штанги стоят лесенкой, вот, допустим, там 60-50 кг заканчиваются более высокими весами, то кто-то остановится здесь, кто-то остановится здесь. А если со старта стоит вес 200 кг, то многие могут просто даже не начать комплекс. Откуда же тогда функциональность, интенсивность? А кто-то начнет и будет делать одно повторение в 3 минуты. Вот о чем я хочу спросить. Может быть, не нужно разделять любителей на профессионалов. Ведь профессионалов пока-то по большому счету нет. Были бы мы считались профессионалами, если бы ездили из года в год на опены, показывали хорошие результаты, ездили из года в год на регионы. И, может быть, пробивались бы уже на геймс. Тогда бы мы про. А так, я думаю, все мы здесь любители. И давайте делать все комплексы одинаковые. Будем просто смотреть. Любители, вы скажете, что для того, чтобы привлечь больше народу и так далее. Но мы привлечем больше народу. Пускай они делают. Просто они срежутся на более ранних этапах. А тех, кто занимается дольше, а правило-то работает железно. Кто дольше в Росфиде, тот и побеждает. Тот и будет продвигаться дальше. В комментариях найти суть, зерно того, что происходит. И таким образом наметить тенденцию развития Кроссфита. Все на сегодня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok